И очень много разговоров, почему мы едим. И осознать, что такое еда, почему она нам важна, почему в определённых моментах человек просто не может слезть с желания, это действительно сложно. Сложно, потому что вот это осознание, чтобы к нему действительно прийти, чтобы к нему прийти, это нужно поломать всю свою жизнь. То есть убрать из своей жизненной гипотезы, что это необходимо для жизни, это необходимо для каких-то процессов, чтобы было какое-то развитие, развитие как минимум аватара. И это тот каркас, на котором вы изначально строились, его сразу же раз и поменял. И если нет какой-то смертельной болезни, если нет какого-то резкого переосмысления из-за каких-то жизненных моментов, таких жёстких очень, то если у тебя всё хорошо и всё замечательно, то этот каркас практически не сломать. Но либо с тобой должен быть тот человек, который просто тебя будет носом тыкать во все те места, куда ты боялся просто повернуться, в которые ты очень тщательно, ширмочкой скрывал все моменты, которые бы наводили тебя на определённые моменты. Но это ещё не совсем осознание. То есть мы любим же говорить, что как только ты осознаешься, как только у тебя придёт вот это понимание, как только ты пробудишься, просветлишься, прохеренишься, ещё что-то, и много-много всего. Но почему мы забываем, что мы состоим не только из единого сознания, но чтобы прийти к этому единому сознанию? Можно же прийти к этому единому сознанию и быть просто как на подпитке у единого сознания, брать оттуда информационное поле, транслировать его для тех, кому оно нужно. А можно привносить свою лепту осознанием, что такое твоё человеческое тело. Потому что если ты будешь просто осознанной… Смотрите, я в своей жизни, вот в этой земной жизни, несколько раз встречала людей, которые в предыдущей жизни были, ну прям таким, как называют, просветлёнными, прям такими, прям совсем просветлёнными-просветлёнными. И тогда мне задавали вопрос, говорит, а почему я здесь опять, если вот я в той жизни был таким? То есть ему, например, говоришь, он да, он вспоминает какие-то определённые места. Я могу ему сказать, а ты вот в прошлой жизни, вот ты жил там-то, там-то, там-то. И он может там сказать, о, мне там во снах это снилось постоянно место. Мне там ещё что-то. То есть да, он начинает это вспоминать. Но почему он опять пришёл в эту плотность? Почему он опять в этом теле? Потому что это тело нам дано не просто, чтобы ты подсоединился к единому, осознал себя единым сознанием, единым пространством. Но чтобы ты понял, для чего тебе это тело здесь нужно, чтобы ты его расшифровал, почему ты именно эту плотность проходишь в этой физике. И это, наверное, один, как мне на данный момент кажется. Может быть, это, конечно, это только моё видение сейчас основывается на тех моментах, что я сейчас прохожу. И когда мы погружаемся именно в своё тело, что оно нам даёт, вот эта физика, то у нас раскрываются такие горизонты, о которых, к сожалению, мало кто говорит. Может быть, просто я не знаю.